Человек получает такое состояние, хессарон. Как теперь он строит эту молитву? В нём есть что-то внутреннее, какая-то необходимость исправления? Да, каждый хессарон в человеке, и он начинает выяснять этот хессарон, что он делает в нём, для чего он его пробуждает, к чему. И тогда он, человек, выстраивает внутри себя ответ, реакцию. Получается, что есть такая путаница в построении молитвы, потому что мы, по крайней мере, я понимаю, что я чувствую, что всё приходит от Творца. Неважно, что ты получаешь, это всё приходит от Творца, чтобы направить тебя для открытия Ему через товарищей, рава, учёбу. Ну, я как раз чувствую в этом коротком статье, короткой статье Рабаша, что есть часть молитвы, что ты сразу прыгаешь туда, где всё приходит от Творца, что-то теряется в молитве, и тогда нет этой молитвы. Это не на самом деле, где у него выходит организовать эту молитву. Вопрос тогда снова, как человек строит эту молитву, извлекает её? Молитва – это то, что в сердце мы всегда это учим, как выдают. Оттого, что человек чувствует то, что исходит от Высшего, и как ему нужно на это ответить. Тогда он собирает силы, все отклики, которые есть в нём, и это он всё передаёт наверх, к Высшему, и это называется молитвой. То, что человек поднимает вверх, это должно выйти из него в словах или какое-то внутреннее его ощущение? Ну, это не важно. Высшему не нужны твои слова. Почему я чувствую, что у меня есть какой-то хиссарон в молитве, что молитва не выходит совершенной? Ну, так это ощущение. А что я делаю с этим? Я чувствую всё, что Раф сказал сейчас по поводу молитвы. Но я чувствую, что всегда, как бы, ну, не получается это пробить и пройти через это. Ну, это тебе надо ещё и ещё это прочувствовать, прожить это, облачиться на это и поднять это к Высшему. Постараться встать перед Высшим и попытаться приблизить себя к Высшему. Так? Это работа. И последнее, извините. Конец молитвы. Это то, что в конце концов человек чувствует, и то, что ему удаётся. Или это всегда будет ещё какой-то ещё хиссарон? Окончание, конец молитвы должен быть в том, что ты включаешься в Высшего. Что значит включаешься в Высшего? Отменяешь себя перед Высшим и находишься в нём. Но это приводит меня снова к началу. Я знаю, что хиссарон приходит от Творца. Нет. Тогда ты ещё не существовал. А теперь ты построил себя, и когда ты хочешь включиться в Высшему. Окей, тогда да. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok